Это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, а какие ограничения есть для участия в ICO? На сегодняшний день я бы выделил как минимум три ограничения. Во-первых, техническое, то есть все-таки многие ICO выходят на каких-то определенных платформах, например, на Waves, и, соответственно, если человек не понимает, как перевести деньги из биткоина куда-то и нет внутри этого ICO обменника специального или созданного через API, это создает очень много трудностей, к сожалению. И в этом плане работа на юзабилити, она еще предстоит из всего проекта, хотя она решается и довольно быстро. Второй момент – это сугубо юридический, то есть есть ограничения, которые вызваны, как я, например, говорил, у Китая, где есть ограничения по ICO, там, Южной Кореи. И эти ограничения, как правило, стараются обходиться гражданами. Почему? Потому что государство может ограничить участие в ICO только на своей территории либо непосредственно, ну, там, юридическим лицам, которые созданы на этой территории. Также есть ограничения по каким-то иным критериям, например, экономическим или экономическо-правым, так скажем, файл Коин, да, было непосредственно ICO, связанное с KYC, которое было довольно сложно пройти. Помимо этого есть ограничения, тоже связанные с экономикой, когда устанавливаются лимиты на вход. В целом же ограничений сейчас, вот если мы говорим о осени 2017 года, стало значительно больше и они будут развиваться. Почему? Потому что на рынок выходит очень много институциональных инвесторов и под них уже делаются конкретные проекты с большими вливаниями с одной стороны, а с другой стороны, которые, по сути, нарушают принципы децентрализации.